я рада приветствовать всех на своем канале и с вами анжелика в этом видео вы посмотрите как у меня прошел август месяц в моем рукодельном мире скажем так август был насыщенный были готовые работы было даже несколько штук были у меня авантюрка была вот сразу перед вами лежит вы сразу можете наблюдать во что я ввязалась не смогла пройти мимо и были небольшие покупочки ну покупочки были совсем небольшие это было чисто так символически как бы порадовать себя потому что в августе у меня был день рождения ну и понятное дело что совсем совсем чтобы я себе что-то из рукодельного не купила но это нонсенс такого быть не может ну давайте я вам сейчас все подробно покажу и расскажу и хотелось бы начать пока эту работу я уберу хотелось бы начать вот вот этой вот авантюрки которую я не смогла пройти мимо авантюра от тела артис вот такая вот красота сейчас я вам показываю все детальки в готовом виде сразу прошу прощения что у меня это все не отглажено ну это как бы все было в процессе еще даже не постирала но тороплюсь показать потому что если сейчас сейчас я вам не покажу то есть у меня видео опять отойдет я не знаю на на задний какой-то план а так как у меня сейчас эмоции все еще так как как бы это сказать горячий пирожок я это вам сразу хочу и показать вот эту вот летнюю авантюрку я не прошла мимо потому что я вот сразу как-то вот почувствовала что здесь будет что-то очень просто мега мега интересное я участвовала в зимней авантюрки когда мы вышивали календарь в очикувании рез два от тела артис мне очень понравилось очень это настолько интересно я как бы никогда до этого не участвовала ни в каких авантюрах никаких совместных отшивах но здесь мне понравилось очень я подбираю свои материалы я не покупаю никаких комплектов так как ткань у меня есть нитки у меня есть бисера у меня полно ну и как говорится сам бог велел почему бы и нет ну и летняя авантюрка была у меня не самых первые дни вот как девочки начали вышивать а у меня получается так что я сначала наблюдаю первый день я посмотрела как вышивалась вот это вот рамочка вот покажу вам ближе как вышивалась рамочка вот потом второй этап вышивались вот это вот как бы поле колосья я поняла что мне это тоже нужно и очень интересно ну я достала все свои материалы то что у меня было здесь конечно же не без косяков потому что я без косяков не вышиваю всегда у меня что-то где-то что-то где-то да не так вот сразу вы видите надпись тарас григорович шевченко я немножко не рассчитала почему-то я не знаю как так по клеточкам у меня вышло что надпись уперлась вишенку ну ладно я уже не стала распускать для меня это вообще катастрофа распускать тем более на равномерке вот вышивала само поле это конечно тоже была такая история потому что тела артис предлагает свои ниточки специальные такие пушистые ниточки я же вышивала нитками то ли там ахер то ли что это за нитки я даже вам не скажу в общем это вязальные пушистые ниточки я то что у себя нашла в запасах именно такого желтенького цвета и взяла и пошла вышивать ну май ему тэшо май ему вот такой вот результат у меня получился вышивала конечно сложно не без приключений подбирала эти клеточки как бы ложилась сама ниточка потому что нитка толстая ну вот как то так получилось хорошо я результатом довольна вот так вот у меня получилось это даже похоже у меня как бы я не знаю я никогда не вышивала нитками клаут говорят вот такие какие-то пушистые ниточки но ее можно подчесать расчесочкой и она распушивается все больше и больше я немножко ее так поездила по ней расческой подчухала она немножко распушилась но я уже не стала увлекаться этим делом вот домики вышила тоже своим подбором меня совсем другие цвета домика все получилось все по ну как так как я автор я художник вот как я нарисовала так вот у меня получилось подбирала в свой бисер вот вышивала вот эти вот части здесь тоже не без приключений здесь у меня я не могу вот вот эти вот стебочки как они называются шовчики до веерный или как там в общем я не буду сочинять потому что я уже не помню как они собственно и называются но я на этой работе училась все у меня так вот все я училась не совсем они здесь ровные вы можете видеть как-то вот у меня так косо криво ну да ладно зато зато я ничего не распускаю вот как у меня получается так это и есть может где-то куда-то стежки не в ту сторону уходят но для меня это не катастрофично это ручная работа я на этом всем учусь зато мне очень понравилось вышивать надпись садок вышневой колохаты знаете все этот вирш хрущи над вишням и удуть тараса григорович шевченко все учили мы этот стих в этот вирш в школе надпись эту вышивать мне понравилось очень сильно я здесь взяла ниточки ама с таким вот переходом вы видите какой переход получился в общем с этими шовчиками все было очень интересно вышивать очень интересно работа кропотливая я вам не скажу что это все так легко и просто мне далось нет я на дне немножко покорпела посидела посчитала ну в общем работа интересная кропотливая результатом я довольна конечно в этом видео я вам наверное не покажу еще готовую работу я вам ее покажу далее обязательно потому что я еще настраиваясь на сборку немножко я конечно переживаю как это у меня получится я надеюсь все получится только здесь нужно тоже время посидеть это все сшить хочу это все дело постирать подклеить подклеить дублерином или как он называется ну чтобы уплотнить ткань немножко ну и буду собирать без корнюшку это будет без корню вот такая вот авантюрка летняя от тела артис у меня случилось чудесная работа я рада что я не прошла мимо и у меня будет вот такая вот интересная без корню в общем по этой работе пока все поехали дальше по финишам что я вам хочу еще показать очень много в других видео до этого ранее я показывала свою материнскую любовь от джои сандэй которую я вышивала с прошлого года это вот превью такая у меня работа вышивалась ну ровно год можно сказать и вот такой вот результат у меня получился это уже готовая работа моя красотка посмотрите какая она красивая работа я очень довольна мне очень понравились как получились лица мама ребенок очень красивая работа прошу прощения я вышивала ее с прошлого года это у меня был такой походный походный процесс так как я прошлым летом часто гуляла со своей внучкой она еще когда была совсем малышка в колясочке спала ну а я в это время естественно что я могла делать естественно я вышивала пока она спала вот именно эта работа теперь у меня и будет ассоциироваться с тем моментом когда я вышивала ее на прогулке со своей внучкой ну заканчивала я ее конечно уже без без своего ребенка а дома вышивая вечерами это была нанесеночка нанесенка как вы все знаете вышивается очень легко и просто без всяких напряжений берешь ниточку иголочку и пошла штопать вот люблю я вышивать китайские наборы но именно эту материнскую любовь я ну когда я загорелась этой работой когда мне очень хотелось ее вышивать хотелось чтобы она у меня была в работе я ее не находила в оригинале тем паче я пошла к китайцам даже уами шоп я ее не смогла найти поэтому пришлось мне купить эту работу джой сандэй и вышивать по нанесенке ну и что я вам еще могу сказать сам результат перед вами вы можете видеть как получается работа от китайских производителей ну копия скажем так копия dimensions вот такая вот красота результат мне очень нравится я еще раз повторюсь она мне просто ну в восторге удовольствие я получила естественно от отшива этой работы ну и сам результат бесподобный она конечно в размере гораздо больше чем оригинальный производитель предлагает я не знаю на сколько сантиметров ну так работа существенно такая большая здесь было очень много бэкстича ну как по мне я бэкстич не очень люблю и его достаточно было достаточно вышивалась все вот это вот платье кружева вот все лица очертания я еще правда не осилила волосы волосинки у мамы в прическе от волосы я начала бэкать ну не знаю стоит не стоит потому что сама ниточка темная ее не не так уж и видно будет ну не знаю может я еще наберусь так сказать храбрости и отбэкаю ей прическу но пока нет пока нет вот такой вот финиш у меня случился материнская любовь реплика Dimensions вышивала по набору Joy Sunday 14-й каунт здесь был есть 14-й каунт ну и вот такая вот работа больше я на ней останавливаться не буду немножко так вот полюбуемся на эту прекрасную такой прекрасный теплый сюжет в этой картине наверное в этом сюжете наверное каждая девушка видит себя ну как в роли мамы тем более те девушки у которых уже есть малыши явно каждая видит себя вот прекрасный сюжет сейчас конечно я его уже вижу в продаже именно Dimensions перевыпуск китайский то есть я вижу ну понятное дело что второй раз эту работу я вышивать пока точно не буду может где-то в будущем и буду а сейчас пока нет вот поехали дальше что я вам хочу еще показать а еще вам хочу показать вот такую вот работу от чаримной мыти ну это превью я вам сейчас хочу показать называется чай с полуныцею я начала совсем недавно ну где-то около месяца назад я буквально в прошлом видео показывала вам старты и вот стартовала я с этим сюжетом ну и у меня уже в итоге есть финиш вот такая вот красота чудесная работа вышила я ее очень быстро но она такая примитивная каунт крупный 14 что здесь вышивать а вышивать то здесь особо нечего все очень легко и просто совсем не сложная схема не сложная здесь даже вот есть элементы вышиваются бисером то что я поигралась немножко бисером в целом интересно мне было вышивать работа вышивалась в три ниточки нитки я так подозреваю здесь были бестекс хотя в сюжете вернее в наборах не пишут ну я так понимаю что это нитки бестекс и канва тоже бестекс ну канва мне тоже нормально зашла нареканий никаких нет хотя у меня были мысли поменять канву ну потом я остановилась на том что зачем ее менять в принципе здесь полная зашивка здесь только поле будет немножко немножко по бокам выступать ну как в качестве паспарту пускай это будет канва такой кухонный сюжет уютный вот не знаю вот у меня чем-то вот зацепил этот сюжет и я всегда вот цепляла глазом когда заходила в магазин когда смотрела выбирала наборы привлекал то ли может потому что здесь герань я очень люблю герань я уже тоже ранее об этом говорила горшок с геранью ну скорее всего что да наверное меня здесь более всего привлекла герань потом это баночка с вареньем ягодки чашечка ну лимончик и в принципе вся композиция очень такая интересная вышивается очень легко в общем рекомендую кому нравится то пожалуйста берите вышивайте набор действительно затягивает приносит свои какие-то такие приятные минуты когда работаешь над этим процессом потому что наверное вышивка очень она у меня летела летела на глазах приросты были повышиваешь час-два и ты уже видишь что работа так растет поэтому и результат быстрый насладилась в общем красота вот такой у меня еще случился финиш в августе месяце ну я когда повышевала я повышевала и бисер и мне в этой работе не хватило бисера в плане не того что не хватило бисера то что производитель вложил а именно самого процесса работы с бисером и мне захотелось еще кое-что повышевать и я достала достала вот такую вот маленькую работку от чаривной краины волшебная страна так это я пока могу уже в сторону убрать это я все показала и я достала вот эту работку которая у меня уже очень очень давным давно еще только когда были новиночки эти кактусы эти кактусы тоже вышивалась ну вышивали девочки очень много там их по моему три штуки этих кактусов я купила только два ну и так как мне еще очень захотелось повышевать бисером то я думаю у меня же лежит кактус и я о нем никогда не забывала и лежал он у меня года три наверное не меньше ну и тоже поиграла с этой работой тоже получился у меня такой небольшой результат совсем маленькая здесь у меня ну два-три дня уходит на такие работы вышивка по дереву и упс я даже еще и не проклеила вышла поставила и показываю вам надо фетр будет приклеить вот ну в общем так вот знаете как вышел радуешься результатом все это салфеточку поставил ну классно я люблю такие очень я люблю фигурки у меня уже целая коллекция на всякие разные темы и пасхальная и новогодняя и просто вот эти все цветы в общем Чаривна Краина одна из моих любовь любовь одна из моих любимых фирм вот такой кактус и что я вам еще хочу поставить еще вам хочу показать что я вам хочу показать продвижение по одной из моих работ тоже старт который я показывала вам совсем совсем недавно наверное в прошлом видео когда я показывала свои летние старты у меня случился такой вот старт от Amishop тоже набор Dimensions из раритетных хотя я тоже сейчас вижу продажи пошли то ли перевыпуски я вижу их продают направо и налево вот ну это такой старый довольно таки сюжет и я у одной из вышивальщиц увидела как она вышивает этот сюжет сад что-то с садом вот не помню как называется но что-то с садом называется это название связано понятное дело здесь много цветов какой-то фонтанчик птичка прилетела в общем моя тема и вот я начала начала и стала вышивать так стала вышивать и вот мои продвижения я почти 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 закончила две страницы этой схемы здесь немножко надо будет еще позакрывать свои пробелы но вышивается очень легко и почему легко потому что здесь в основном полукрест полукрест вот эти все стебельки маков и вот это здесь полностью зашивка здесь только вот цветы собственно вышиваются крестиком а так пока в работе в основном идет полукрест полукресты естественно в пять в четыре сложения нитей в три ну в общем разные толщины нитки но тем не менее полукрест у меня идет нормально я на полукрест не жалуюсь мне вышивать его довольно таки легко ну и соответственно быстро идет работа вот такой вот результат посмотрите как вам напишите мне потом уже кое-что видно ну и маковая тема мне очень сейчас почему-то так вот нравится привлекает меня маковая тема ну так вот я вышивала вышивала а потом я резко переключилась а переключилась наверное потому что случилась летняя авантюра у тела артис вот я наблюдала за девочками вот так у меня бывает я же не планировала участвовать в авантюре совершенно у меня таких планов не было а потом как-то вот раз все я откладываю легко и просто откладываю эту работу над которой работала 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 и все я переключаюсь куда-то пока эта работа у меня отдыхает ниточки вам покажу вот не так довольно таки много нитки здесь росаж хлопковые такой пучок нормальный такой еще вышивать и вышивать ну и цвета цвета такие классные цвета в общем будет будет красота вообще как бы я не знаю в оригинале может быть даже эта работа вышивается на темной основе но у меня вышивается на белой конве которую мне вложил производитель китайский амишоп вот я ничего не меняю я вышиваю на белой конве ну и посмотрим посмотрим что из этого выйдет вот такая вот красота а сейчас девчонки хочу вам показать свою красоту и именно не под музыкальную такую не под музыкальное сопровождение а хочу вам немножко рассказать вот такая вот прелесть у меня сейчас цветет на клумбе это роза называется Александр покупала я ее давным давно ну лет наверное 10 назад да где-то так девчонки и мальчишки и вот она моя красавица моя прелесть цветет она где-то раза 3 в году вот такие вот у нее зефирные цветы она кстати не колючая вот она у нее стебель совсем не колючий это наверное розы которые идут как на срез я вот честно говоря не очень-то разбираюсь и вот еще одну такую прелесть хочу вам показать тоже такая зефирная вот я ее сейчас на камеру не могу всю охватить ее объемом достаточно достаточно такой большой-большой куст вот она такая вся красотка вот она у меня конечно изюминка украшение моей клумбы такая нежнятина бутоны бутоны конечно держится недолго недолго она открывается несколько день деньков два-три и к сожалению я не помню как она называется вот некоторые розы я запомнила а некоторые нет прямо такими букетами красотка не могу вам не показать такую прелесть и хочу еще показать ой меня видно тень падает сейчас солнышко вот такая тоже есть у меня красотка вот такие у нее цветы я не знаю это наверное из серии английских роз если я не путаю потому что их столько много сортов и не все свои сорта сорта я знаю а еще есть у меня вот такая вот прелесть она по-моему называется кроненберг если я не ошибаюсь но по-моему это она и есть здесь уже есть отсвелшая цветы конечно день-два но долго не держится потому что очень жарко очень настолько вот это вот пекучее лето и все просто запекается а теперь мы возвращаемся к моим покупкам подаркам на день рождения и хочу вам показать вот такую вот прелесть которую я получила в подарок от своих детей вот такую голубую гортензию она оказывается комнатная хотя сказали что можно ее высаживать и на улицу но на улицу как-то вот я боюсь мне кажется она на улице жить не сможет особенно в такое лето как сейчас очень-очень жарко поэтому пока у меня в планах нет ее высаживать и честно говоря я не знаю с какой стороны к ней подойти как за ней ухаживать у меня гортензии не было никогда это первый раз ну я так понимаю удобрять удобрениями для гортензий ну а что ей еще нужно в принципе любить поливать удобрять и я думаю ну буду во всяком случае пробовать и у меня должно с ней все получится конечно не хотелось бы чтобы такая прелесть пропала очень она красивая вот у нее здесь такие соцветия голубо-зеленые я так понимаю это уже которые давно цветут а вот такое цветок такой более насыщенный голубой который вот-вот видно расцвел ну в общем такая прелесть такая красотка ну это я делюсь с вами девочки кто любит кто любит такую цветочную тему но я думаю все девчонки неравнодушны поэтому я немножко покажу вам вот такую прелесть красотка моя все пока я ее с кадра убираю а сейчас я хочу вам показать нового для меня производителя вот всю всю съемку стоят вот такие вот коробочки вот такую покупку я совершила в затошных хрестыках затошные хрестыки и дизайнер Ульяна Яковлева я давно смотрю наблюдаю за вот этими чудесными дизайнами от Ульяны смотрю смотрю ну и не удержалась тем более такой вот повод я решила что что же я буду смотреть и наблюдать я же тоже хочу попробовать вышить вот такую вот прелесть и я купила несколько наборчиков вот такой вот весенний домик вот смотрите какая прелесть должна у меня получиться вышивать это одно удовольствие ну вышивка по дереву ниточками это конечно конфетки конфетки и вышивка идет очень быстро вышиваешь два-три дня и такой чудесный прекрасный результат Незламна девочки давным-давно ее вышли я смотрела наблюдала красотка конечно такая патриотична куколка должна быть и у меня Незламна потом последняя новинка вот такая Сонечна Сонечна куколка ну конечно я ее когда увидела то я уже поняла что я уже ждать ничего не буду не буду наблюдать а буду брать и вышивать вот Сонечна и любовь моя любовь когда я ее увидела первый раз это вообще я в нее влюбилась просто раз и навсегда макивка очень красивая куколка прелесть прелестная ну покупки эти покупки я конечно совершила и не стала откладывать долгий ящик я распечатала вот эту вот красоту Сонечна вот схемка ниточки я вам сразу покажу ну это я так вам показываю остатки ниток потому что эту прелесть я уже вышила вот вот что у меня получилось такая вот красоточка вышивка в удовольствие от нее оторваться просто невозможно ну и вот такой вот результат бусики у нее ну прелесть чудесная куколка и я рада что у меня будет такая коллекция я так понимаю это наверное будет коллекция колью есть уже их несколько вот таких вот куколок то наверное будут еще вот я ее вышила вот то что остались ниточки ниток осталось довольно таки приличное количество ниточки бисерок вот что осталось по бисеру так схему я не демонстрирую и одна куколка у меня есть одна есть вот еще раз ее покажу она мне уже оформлена уже с ветром все как положено наверное я ее пока так положу и я приступила к отшиву макивки вот вы не пугайтесь она у меня вся с хвостиками это я сейчас я так вышиваю и все хвостики ну креплю сверху а потом эти хвостики обрезаю вот моя обратная сторона ну куколки эти вышиваются конечно одно удовольствие я так повторюсь одно удовольствие оторваться просто невозможно ну еще денек посижу и у меня будет еще одна такая красавица вот вышивается еще такая куколка вот мои завтрашние хрестыки виду ульяны яковлевой ну и это собственно как подарок на мой день рождения я не стала много распыляться я не стала много покупать я решила что я на этом остановлюсь и пока мне хватит ну а там видно будет ну запасов конечно хватит еще огого на сколько времени запасов не на один год и даже не на десять лет вот и на этой ноте я по-моему вам все показала ничего не забыла рассказала про все свои августовские подвиги подвиги я надеюсь вам видео понравилось подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался обязательно пишите комментарии что вам понравилось что не понравилось ну пишите свои впечатления от видео я надеюсь видео вам понравилось хотелось бы верить и хочу вам пожелать добра мира благополучия и всего самого наилучшего и до новых встреч пока пока до новых встреч 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 до новых встреч